Всем привет, друзья! Это канал XYZKEEZ И сегодня наша система USF Поточнее, думаю у всех был такой случай Что не можете дозвониться до оператора Но вам срочно нужно отключить Какую-то там подписку или Услугу Но идти в компанию вы тоже не можете Так как времени не было И в прошлом году у меня был такой случай Я не мог идти в компанию И отключить Разные услуги И дозвониться до оператора В этом случае вам поможет Сайт USL И вы попадаете в такую страничку Тут просто нужно нажимать на кнопочку Кабинет А дальше открывается новая вкладка И тут вам придется набрать свой номер Если у вас нет номера Вы не можете зайти в кабинет И тут После Так как напишите свой номер Вам нужно будет код Из своего телефона Вам нужно набрать Звездочка 233 И решетка Тут написано И вы получаете одноразовый код Сразу как получаете Здесь нужно набрать Этот код И Поточнее я попадаю в свой персональный кабинет Что тут есть Тут есть все информации о вас Которые видно компанию Если мы нажимаем на кнопку подробнее Тут есть все наше Информация про нас Тариф Так далее Так далее Вот Видно баланс Тут И можете получить детализацию звонков Здесь Посмотреть Историю заявок Сколько там было Если вы конечно Раньше не зашли Сайт Если зашли Тут бывает И заявили Какой-то там о чем-то Тут бывает Если не заявили Конечно же не бывает Историю заявок Если вы хотите Вы хотите получить Историю звонков Точнее детализация звонков Вам просто нужно Нажимать на эту кнопочку И Тут внизу Есть Вот Кнопочка Запрос Нам просто нужно Нажимать на эту кнопочку После этого Вы получаете СМС О том Что вы можете И это будет не сразу готово Вот Покажу Вот Я недавно получил Поэтому У меня Появились Оповещения Тут есть два варианта Если вы хотите Скачать историю Детализация звонков Вот Просто нажимаете На эту кнопочку И можете скачать Так как вы видели Тут есть три варианта Вы можете скачать Как HTML PDF И EXIL Если вы нажимаете На эту кнопочку Вы можете скачать Детализацию звонков А если вы хотите Просто посмотреть Вот Тут можете смотреть Всю историю Вот есть Вторая страничка Третья Дальше Продолжается И дальше У нас были На тему Разговор Услуги Поточнее Разные подписки Тут же Вы можете Отключить Я недавно Отключил Поточнее Три дня назад Если хотите Подключить И это тоже Можно Вам просто Нужно Выбрать Какое-то Что вам Нужно Поточнее Вот SMS Или Интернет Трафики И тут Просто Нужно Нажимать На эту кнопочку Вот здесь А тут Сейчас у меня На балансе Недостаточно Поэтому Вот Тут пишут Что для этого Нужно На 10 долларов Мои услуги SMS Рассылки Здесь было много Их Я вчера Отключил Поэтому Здесь только Есть один Если вы хотите Отключить Эту услугу Просто вам Нужно Вот здесь Нажать На кнопочку И Нажимальную Кнопку Да Тут Думаю Ясно Они Действительно Хотите ли Отключить SMS Рассылку Поточнее Это подтверждение Если я Нажимаю на кнопочку Да То я могу Отключить Услуги Так как Я не хочу Я нажимал На кнопку Нет И Если вы подозреваете Что кто-то Зашел на ваш Аккаунт Вы можете Посмотреть Истории Действий Тут нам Покажет Тот Кто Зашел Что сделал С нашим Аккаунтом Ну вот Просмотр Детализации Запрос Детализации Выход В кабинет И Историю Можете Сколько Там Зашли Раньше Что Сделали Вот Можете Видеть В 14 05 2017 Это Число Было Отключено Еженедневный Интернет Пакет И Ежемесячный Тут Есть История Что Кто Сделал Если Подозревать Конечно И Про Оповещение Если Вы хотите Получить Оповещение По СМС На Телефон Оставите Галочку Если На Электронную Почту Нужно Сюда Нажимать И В Окне Вот Здесь Вам Нужно Будет Написать Свою Электронную Почту И Нажимать На кнопку Сохранить Для Чего Это Нужно Это Когда Вы Запросите О чем Например Детализацию Звонков Она Сразу Не Будет Готова И Через Минут Пять Максимум Вам Придет СМС О том Что Эта Детализация Готова И Вы Можете Скачать Эту Детализацию Для Этого Нам Нужно Будет Я Вам Показал Нажимать На кнопку Детализация И Тут Можете Скачать Свою Историю Если Хотите Изменить Тариф И План Это Тоже Есть Вот Сменить Тариф Думаю Все Это Ясно Ведь На русском Ясном Ясном Языче И Мы Поговорим На тему Бронирование Номера Думаю Эта Услуга Была Доступна В Прошлом Году В Августе 2016 Году В Августе Уже Была Готова Эта Система Работала Думаю Вот Клавное Попадали Сейчас Секундочку Мои Сил А нам Нужно Сил Тачку Ус Абонент 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 Вот Для этого Вам Нужно Обязательно Зайти В кабинет И тут Думаю Я имею ввиду Если вы Хотите Бронировать Нажимать На кнопку Услуги Базовые Услуги Попадение Разные Обязательно 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 Абонент Абонент Услуги Тут Бронирование Номера В категории Бронирование Абонент Компания мы зашли на бронирование номера если забыли тут нужно будет выбрать свой регион ну например ташкент тут внизу есть и другие регионы например вот как видите Садая, Хорезин, Джерзак, Суркандаря, Калпагистан, Кашкандаря Магистр, ну все регионы короче есть например ташкент выбираем ташкент конгрен да вот как видите есть все номера вот номера которые доступны для покупки и еще я хочу напомнить что как только вы бронируете номера в течение двух дней вы должны идти в компанию давайте посмотрим на на ташкент очень дорого конечно идти номер а вот например если вы хотите бронировать этот номер ну ладно у всех свои выборы конечно я просто хотел показать как бронировать вот например если вы хотите бронировать этот номер либо этот просто нужно нажимать на эту кнопку цена номер 2000 долларов похоже этот номер недоступен недоступен не смогу но придется зайти услуги абонентские услуги и бронирование номера давайте выбираем какой нибудь обычный номер чтобы я быстро показал и есть еще короткой возможности по категории есть по маске по номеру точнее по маске что это это например б б б первые три номера должны быть одинаковыми а дальше например ц а или ну если вам нужно какой то красивый номер думаю уже ясно какой же выбирать вот найти например вот думаю уже как вы видите есть только один номер 666 3553 и этот номер стоит 19 долларов я показал по маске давайте теперь выбираем по категорию по номеру тоже можете вот например 99 89 16 65 например а тут без кода похоже можно набирать а тут без кода по номеру взялом показать все номера и выбираем какой нибудь обычный простенький номер чтобы я быстро смог показать ну например этот номер вы попадаете на такую страничку вам просто нужно набрать свои фамилии имя и отчество думаю это уже ясно это серия номер документа если у вас нет рядом документа в своем личном кабинете это вы можете посмотреть вот кабинет так как я показал и еще я хочу напомнить если вы здесь не сделаете свои действия в течение вот 30 минут здесь идет таймер как вы видите после отключения если вы не вот если не нажимаете на какую нибудь кнопку да вот что тут у нас есть например кабинет да вот таймер здесь сбрасываете и начинаете снова как вас зовут а на заводе я марекер меня Наташа зовут но если у вас серия нет то вы можете зайти потом это я хотел напомнить и там вы можете спокойно посмотреть свои данные по точнее серии паспорта так как вы видели вот здесь в бронировании нужна была серия паспорта вот здесь просто нужно нажимать на кнопку подробнее и там есть серия номер паспорта этого вот здесь напишите и нажимать на кнопку забронировать если вы хотите прочитать правила оказания услуг для чего это нужно да вот если я нажимаю в течение двух дней я должен получить зайти в компанию и забрать этот номер так как вы уже сделали регистрацию вам не придется ждать кучу времени регистрации вам просто нужно будет платить за номер и вы получаете свой номер который бронировали думаю я показал получение думаю поточнее было ясно как бронировать номер как отключить платные подписки детализацию звонков я тоже показал если у вас есть что то еще в своем личном кабинете все это можете видеть сами можете самостоятельно решать свои проблемы так как я сказал если вы не можете дозвониться до оператора вы самостоятельно можете зайти в свою страничку в личный кабинет и тут все вы можете изменить сменить свой тариф посмотреть свою историю звонков это здесь детализация звонков и все вы сможете самостоятельно сделать без оператора спасибо за внимание оставайтесь на нашем канале друзья я забыл одну маленькую деталь а точнее все хотел я объяснить а я хотел все объяснить вот персональный кабинет что вы там можете видеть например паспортные данные все что у вас есть на паспорте тут есть тарифы я об этом сказал уже и услугах тоже сказал детализации тоже сказал отправка заявки об этом я не сказал открываем и тут маленькие отправка смс категорика так если вы не хотите набрать с телефона смс тут же можете написать заодно если вы зашли на сайт вам просто нужно выбрать этот код так как у нас есть 93 код и 94 только и после этого как только вы выбираете номер дальше нужно набрать номер после кода конечно думаю это уже видно и ясно и тут выбирайте латынский карельский или другой шрифт и набирайте свое сообщение отправить позже тоже есть такая функция вам нужно выбрать время число и после этого так как после ну после всего что вы делаете вот время можете выбрать и вам придется просто нажимать на кнопку отправить и все так вы можете отправить смс теперь переходим на категорию отправки заявок если у вас есть жалоба на что-то на связь за оператором на оператор ну не важно такой вот вам просто нужно выбрать категорию например качество интернета тема заявку у меня например плохо работает интернет тик заявки вы пишите описание что для чего ну свои проблемы вы должны тут написать а тут тему указываете после этого нажимаете отправить если можете прикрепить какой-нибудь файл скриншот или что то еще вам просто нужно на эту кнопочку нажимать и выбрать файл думаю это уже ясно и все я об этом хотел показать я это забыл показать и все вот тут категории и все вы можете самостоятельно решать без оператора ну ладно все всем спасибо за просмотр пока удачи спасибо спасибо и